Презентацию. Добрый день, Олег. Меня зовут Сергей Теркин. Сейчас я вам расскажу презентацию по нашей Ярославской области и по Золотому Кольцу. Ну, не буду никому особо рассказывать про этот маршрут «Золотое кольцо», он уже всем, наверное, известен. Хочу лично помнить, что сегодня отмечается его дне рождения, 53 года с момента создания. Также, что сказать, 9 годов не уходит в наше Ярославие, а включая 4 из них, это Переславы, Задельский, Ростов, Угличий и Сан-Ярославы. Краткая информация, ну, 900 километров и большое количество инфраструктуры, но не подает, конечно, кем-стоянок и кемпингом, как известно всем проблемам, которые сейчас работают. И если брать Ярославию, то это вообще довольно комфортный регион, потому что расстояние между городами не составляет больше 70, ну, максимум 100 километров. То есть, проезжается это все в течение одного дня, ну, комфортных путешествий. То есть, время в пути, час-полтора, так можно посмотреть, то есть, вот на карту, да, примерно на расстоянии между всеми городами указанных. Для комфортного путешествия по Ярославию существует сайт «Визит Ярославия». Это вообще портал, где вы можете найти всю информацию, начиная от маршрутов, расположения музеев, продажи и покупки билетов. То есть, это все находится, все в одном месте, и также он постоянно добавляется, организируется. Так, к примеру, в ноябре, в ноябре была запущена карта Костя, вот, которая уже включает 25 партнеров. Ее можно скачать как через Google Play, так через App Store, то есть, она дает свои привилегии ее владельцам. То есть, приявляется, ну, непосредственно, в музеи, рестораны, ну, на всех, на аргентах, в таком месте. И с 2019 года у нас началось создание автокарты по Ярославии. То есть, ну, это такой, на первый взгляд, простой момент, но на самом деле, работа с муниципалитетами, это задержная история. Ну, сейчас мы увидели, в каждом городе места для кемпстоянок, определились с наиболее подходящими местами для кемпингов. И на сегодняшний момент можно отметить три основных кемпинга, которые активно вошли в фазу строительства. То есть, если брать первое, это в Ярославле, это кемпинг Левцова на базе аэродрома, то есть, ну, все кемпинги, они привязаны к точке притяжения. То есть, если брать Левцова, это аэродромники проходят, экскурсии, можно там прокатиться на самолете, ну, там масса будет как своих историй. Вот, то есть, второй кемпинг, это кемпинг Ветрина, Бритовский район, Любинское море, всем известно, это самый большой отсутственный водоем в России. И, то есть, там тоже точка притяжения, центр водного спорта, хорошая комната, большой ветер, ну, то есть, тоже, если чем заняться, то обязательно нужно вам съездить. И кемпинг, это Мышгород, который находится в пяти километрах от города Мышки, тоже является точкой притяжения, значит, там центр ремесел, это история от нынешнего с 2005 года, то есть, там собственноручно мастерами, ремесленниками этой территории обустраиваются и строятся, то есть, в этом стиле проводятся там, разнообразные мастер-классы ремесленные, экскурсии. И вот в семнадцатом году получилась возможность сделать там кемпинг, то есть, благоустроенный, сейчас там созданы 29 мест и в планах расширить до 40, вся инфраструктура там существует, то есть, постоянно развивается. В последнем году, там, к сожалению, вы сидели более 40 деревьев, 400 кустарников, посмотрите, если по отзывам всевозможных ресурсов, там, Яндекс, Директ, отзывы, ну, то есть, все увидите. И даже тот же самый, ну, где мы взяли, как бы, ну, везде там хорошо нас отзывается. И основные векторы развития именно автотуризма, значит, это оборудование, создание, ну, оборудованных площадок, потому что все равно, первых мало, сейчас будут переговоры по Рыбинскому району, Умническому, вот, ну, и, конечно, для него судьбе нужно тоже много подключать. Развитие системы навигации для кармайдеров, то есть, это тоже немаловажная история, которую будут отображать на отцифрованной уже карте автотуризма для автотуристов, которая будет размещена на месте Ярославия. Вот, формирование новых маршрутов для автомобильных туристов. То есть, все маршруты автомобильных тоже можно на месте Ярославия посмотреть, они там прописаны, и есть. Проведение, продвижение потенциала и продуктов сферы автомобильного туристов, понятно. Сбор информации, ну, мероприятия, то есть, это сбор информации на социальных площадках. Ну, эта работа постоянно идет, постоянные запросы в муниципалитеты, чтобы вы, да, предприниматели, которые желают, каким-то образом включиться, или по созданию кемпингов, или постоянно. Ну, просто это на данный момент такое рисковое занятие, потому что постоянного потока нету. И, ну, не все, не все, наверное, гораздо, поэтому у нас так мало этих объектов. Постоянно у нас производятся экспертные выезды департамента туризма с руководством. Вот, то есть, проезжаем по площадкам, которые есть, по объектам, которые приходят, ну, информация о муниципалитетах приходит об объектах. То есть, мы выезжаем, смотрим, даем какие-то свои советы, оценки, и вообще, стоит ли вам этим заниматься, там, или нет, или это просто утопия. Вот, содействие в разработке маршрута, мобильное приложение «Золотого кольцо» и взаимодействие с развитием туризма. Так, это вот, данный такой ремонт дорог, все знают, что в Яростовской области с ними есть проблемы, но вот сейчас вот хорошая программа идет, безопасные, качественные дороги, и уже это прямо не дает своей плоды, потому что некоторые ужасные дороги поправлены. Ну, и плюс, конечно, это 132, по-моему, федеральная, да, эти приборы дорожные, ждем, когда ее начинают начнут нам устроить, это будет огромный, прям, толщинка туристического потока. Вот, также на сайте разработаны выходные на «Золотом кольце», это приблизительные маршруты, ставим, там, по времени в пути, то есть, турист, да, может посмотреть, какое время займет именно перед тем, движение от точки А до точки Б, ну, с посещением, да, определенных городов, вот, и, может, мы планируем время, которое у него останется на подъявленный город на экскурсии. Ну, как бы, идея хорошая, то есть, она помогает сократить время поиска и программирования по маршруту. То есть, мы взяли вариант из Москвы и вариант из Санкт-Петербурга. Вот, как бы, на этом все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Прошу вас. У вас вопрос, дополнение? Я надеюсь, что-то... Не хочет, не хочет. Да, сама сестра ему, вроде этого. Нет. Ну, вы можете так попробовать. Ну, могу поделиться. Так, давай, может так. Ну, во-первых, хотел бы поговорить о Сергеевке, мы уже три года работаем активно. И хотел сказать, что я расположился как тот самый пример для таких в России и регионов, как нужно начинать строить работу. То есть, это человек, по-прежнему, скажем так, что Сергеев, он не упомянул, что он гибнет в большом городе, и у него видящий его семейный проект. Вот, он, на самом деле, построен, он сам научился, как правильно развивать подвигаться. Он сам добился того, чтобы у него начали развивать иностранцы. Вы сами знаете, что мы вышли, находимся на удалении этих путей. Но, в первую очередь, у него не 16-х караванеров, не французов, но и другие люди из него. Пусть это мог бы нам было два внимания, но это первый проект, который его продавал. Человек, который сделал себя сам, сделал хорошее мнение и будет продвигаться дальше. И он в Ярославской области, где-то по туризму, именно строил работу, взаимодействие. Ярославская область идет неправильными путями, в плане даритаризации. И Ярославская область – одна из немногих властей, которая разработала хорошую дорожную карту по при дорожном бизнесе. И поэтому у них появился, ну, после Вологодской области, первый интересный проект – кофе-паратный придорожный сервис. Это, порой, после, я думаю, после Вологодской области, Ярославская область – единственный регион, я знаю, где вот именно на точке. Придорожная область – есть вся информация, туристическая информация с достопримечательностью области. Вы можете подъехать, остановиться, перекусить кафе «Баранка» и получить всю информацию о туристическом потенциале Ярославской области. И Ярославская область в месте для администрации Ярославской области и даритаризма, взаимодействия для дорожной карты, как этих объектов, может быть на дороге больше. То есть, если новый эксперимент зайдет, есть уже четкий плат есть, и как это можно сделать. Поэтому вот здесь я обращаю внимание всех остальных регионов, что нужно начинать эту работу дальше. Коллеги из Новоскрук смогут поделиться. Спасибо. Спасибо. Здесь, конечно, стоит отметить, что это все было сделано не без помощи кровати, потому что все информации, техническую, и помощь, как бы, да, в привлечении иностранных туристов – это все бралось оттуда. То есть вся информация сейчас у нас в Азии, если мы ее с удовольствием делимся, то есть мы эту рассылку готовы отдавать другому. То есть, ну, понимаете, гейтинг, и они нам не конкуренты, которые будут рождаться. Это, наоборот, чем больше гейтинг, тем будет проще листом передвигаться по нашей области. Спасибо. Спасибо большое. А теперь мы продолжим. Продолжим непосредственно я, потому что у меня тоже есть презентация, и сейчас я вам ее кратенько расскажу. На самом деле многие идеи из тех, которые были уже здесь обучены – это идеи, в общем-то, и те же, которые приходили мне в голову, потому что я очень много путешествую. Конечно, ковидный фонд унес свои коллективы, и, может быть, путешествовал я сильно меньше, чем обычно, но все равно большую часть своих путешествий я всегда осуществляю на автомобиле, или по схеме прилетел, взял автомобиль и поехал. Потому что к этому у меня есть свой бизнес – это рекламная информационная агентство, которое как раз также занимается деятельностью, которая сильно связана, вот оно все представится красиво, да, сильно связана в том числе с путешествиями, с отдыхом, с уроками, с мероприятиями. То есть, помимо прочего, мы организуем, например, путешествия вместе с коллегами, путешествия на вездеходы, путешествия блогеров, путешествия журналистов, ну и, конечно же, о себе самих не забываем. Ну, собственно, рассказываю здесь кратко на этом слайде о своих достижениях, но, я думаю, можно сейчас в это особо не отдаваться. пиво, ну, немножечко обо мне тоже, но я, в принципе, все о себе уже рассказал. Давно работаю в маркетинге, давно придумываю всякие разные интересные штучки. И я бы хотел здесь сказать о тех проблемах, с которыми сталкиваются вообще обычные саншены, не центр каравайные, но они, я думаю, тоже обычные туристы. И как эти проблемы можно решить? Мне очень понравилось, что многие из здесь присутствующих представителей различных регионов говорили о том, что они разрабатывают порталы, на которых собраны маршруты. Я предлагаю эту схему еще больше проспить. Есть, в конце концов, контент Янгельца, да, есть доступные сервисы, с которыми просто подружиться, просто интегрироваться. И вместо того, чтобы расписывать, там, на своем сайте, там, муниципалитет или область, расписывать, там, вот вы едете туда, там, в другой замечательный город, там, встречают вас куполами церквей, а здесь делают лучшие в мире подружки, например, можно, вот, во все это сопровождать простой и, наверное, маршрутом, который проложен, мог, как там, Гула или Янгельца. Ну, наверное, вот и Янгельца, как-то он нам все-таки по национальному призму ближе к месту. То есть упрощать эту систему, то максимум, интегрируясь в информационные сервисы, глобальные, то есть фактически на том едином портале, который мог бы принадлежать туризму, могла бы быть просто вот такая карта-оболочка, которая создается на бесплатном движке одного же Гугла или Янгельца, просто там собраны три маршрута с описаниями. Вот такого рода сервисы, они вот, ну, максимально удобны для тех людей, которые хотят сами этот маршрут проложить. И, конечно же, на мой взгляд, что касается маршрутов, немножко люди, можно, многие туристы уже узнали, под традиционной программой церквей, монастырей, нужны какие-то другие, немножко пустоперемещательства, не чуть позже поговорим. И, конечно же, какие-то вот спортивные активности. Вот ребята, упоминали коллеги о том, что, по-моему, господин Татаренко также говорил, что сапсерфинг, велосипеды, вот это все, то есть вы куда-то приехали, и там у вас и экскурсия, и ЗОЖ, и все вместе. Соответственно, ну да, из того, что мы делаем, мы эти маршруты придумываем, мы собираем информацию, собираем, запускаем также экспедиции тестовые, проверяем, все делаем, фото, видео, все мы с этим также можем помочь и областям, и организациям. Еще один интересный момент, который многие не учитывают, если бы организация, то есть, ну, область и прочее представляет маршруты не только асфальтовые, но и с элементами грунтовых дорог. Дороги, какие есть, они проходят в том числе и вдоль нацпарков, и вдоль речек, они все входят в общую дорожную сеть, дороги, о которых я говорю. Также можно было бы предлагать туристам вот такие интересные маршруты. Мы, собственно, занимаемся как раз разработкой дорогих маршрутов. Любой из них не сложности. Но я предлагаю все-таки, если мы включаем этот маршрут, маршруты рекомендованы на уровне области и какой-то другой, реально административной единицы. Это должно быть что-то такое лайтовое с оборудованными стояночками, но просто чуть-чуть более живописное, чуть-чуть более, так сказать, детей. Опять же, маршруты для мотоциклов, мотоциклов, вездеходов. Я знаю, что для многих областей это реально больная боль, потому что это не мастердология, но это боль, потому что люди бесконтрольно раскатывают веса, заповедники, на месте как-то либо договариваются, либо уезжают в спецдорог там. То есть, если это нельзя контролировать, это можно возглавить, да, и придумать сеть, опять же, разрешенную отвлекательных маршрутов, привлекать на них подряд, чем вот это все проводят. Например, здесь мы возьмем с помощью, у меня есть партнеры, которые занимаются как раз организацией подобных мероприятий, сделать такие маршруты абсолютно безопасные, да, вот это могло быть тоже частью предложения, можно с автотуризмом любой территориальной единицы. Как раз вот эти вещи все мы с партнерами отрабатываем. Что здесь, ну, то, чего мне хватает, понятно, уже это десять раз вы сказали, на этом останавливаться не буду, то есть мы говорим иногда о чем-то таком сложном, о питчах, там, о концепциях, но не хватает адресов, простых туалетов, детских комнат, нормальных точек питания, хаосов, системы указателей. Еще одна такая интересная история, вот эта как раз очень посвящена в большей степени тематике моего лога и то, что он хорошо заходит именно в качестве локации для туристических маршрутов. Это интересные музеи, которых там раньше никто не был. То есть вот у меня самые частые комментарии в блоге на эту тему, когда я нахожу очередную какую-то интересную локацию, музей, например, здесь музей электроканспорта, прибыль по номер два, муниципального, ну, межгородского трамвая в этом году, об этом музее. У меня вся комментария, тут не надо же, я живу там в трех домах и никогда не знал, что там есть музей. Живу в этом городе и никогда ни в одном таком музее не было. То есть люди даже не знают, что в других городах есть ведомственные музеи на территории предприятий, да, на территории различных депо и так далее. Эти маленькие будут экспозиции, но они, это вот как раз те самые зерни, которые очень интересны туристам, потому что они погружаются в совершенно новый для себя мир, который не такой, может быть, покрытый полиробью, да, и воском, но, тем не менее, вполне дающий представление о чем-то таком техническом, новом и относящемся к истории. То есть, ну, это могут быть самые разные музеи, просто вообще вот у таких музеев были гораздо более богатые истории, уникальные экспонаты, чем у тех новых музеев, которые появляются там, музеи там, я не знаю, в какой-нибудь Бряниках, то есть и вы там, ну, не конкретно, да, потому что есть конкретно музеи там, вот, скобус истории, ну, очень много новых музеев там появляется разных, но они, на самом деле, по впечатлению, они серьезно проигрывают вот этим вот вот замечательным вакциям, и также я бы сказал, что экскурсии по различным производствам, ткацкая, кондитерская и так далее, с дегустацией, это, на самом деле, тоже замечательная идея для любой области, для любого туристического маршрута, потому что вы попадаете в серьезный мир, в любое производство, пусть оно будет даже, может быть, не на идеальном новом оборудовании, хотя все производства, которые работают, они хотят, когда заклюдают определенные стандарты, и, на самом деле, двигаются там хорошо. То есть это очень тоже интересно, очень многим туристам, не только детям, если у этой людей на шоколадную фабрику, то, конечно, будет только одна проблема, потом их увезти. Ну, вот, в принципе, и все. То есть, скорее, я хотел поговорить о том, о чем можно продумышлять, и если есть желание быть с такими маршрутами и локациями, всем остальным, можем к вам очень обращаясь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну, а теперь переключайтесь дальше. И вот я упомяну тематику «Клайдзрак». А, нет, сейчас мы не настолько далеко, прошу прощения. Теперь мы поговорим о другом, о том, как ковид, да, самостоятельная эпидемия, как она влияет на нашу путешествия, хотя, конечно, оно влияет, но насколько серьезно. Ее в докладу «Пусть ковидные бога и нужны ли России вообще автотуризм» выступил Юлия Сергеевна Никифорова, начальника отдела администрации департамента инвестиционного развития Смоленской области. Юлия Сергеевна, приглашаю вас. Приветствую. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всем вас приветствовать от нашего интереснейшего региона, Смоленской области. Огромную благодарность уражаю автотуризму за то, что предоставили возможность мне выступить с докладом на форум по автотуризму. Мы сами попросились выступить, потому что считаем, что автотуризм за автотуризмом – будущее туризма нашего региона. «Страх пред коронавирусом в обществе предал».